Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! Христос воскрес! Воистину воскрес! Мы проводим запись по теме Жития святых во свете Библии Чтобы на все смотреть открытым оком Вот здесь вопросы и ответы Вопрос задают, как не обманывали ли подвижники Как смотрели на ложь, разные вопросы Повесть о том, как обрели Ризу Богородицы Это за 3 июля по старому стилю В житиях по Дмитрию Ростовскому щедотворцу Сказания о положении честной Ризы Причистой Девы Богородицы во Влахернской церкви Услыхав о Ризе Причистой Богоматери Галвин и Кандид Преисполнились ужасом и несказанной радостью Они со слезами обещались хранить Доверенную им относительно Ризы тайну После всего они упрашивали ту женщину Которая была хозяйкой Дозволить им пробыть при святой Ризе В той комнате, в молитве всю ночь И женщина не запретила им всего То есть везде по хвальбах Как сумели обмануть, обхитрить Может где-то и проходило бы Но речь идет о чем? О том, что считают святыни, верующие люди И отойдет до царя И ни во что ложь ставится-то Это монахи все делали? Притом тут все взято цитата в кавычки Тогда, войдя внутрь комнаты Они заметили ковчег, стоящий на почетном месте В котором находилась святая Риза Увидали также горевшие кругом него лампадки Ощутили сильное ароматное благоухание Вот это слово благоухание Оно пропитывает все жития А благоухание Демоны пускают благоухание Пишут об этом Когда пришел сатана благоухание И там неизвестно от чего Но для них всегда это оставалось соблазново Если благоухание, оно только от Бога Их обманывает сатана А они в следующий день опять то же самое Они, видимо, находятся в этом злосмарадном где-то состоянии В норе И благоухание Оно действовало на них, поражая мозги Они теряли сразу разум И все, Бог и падает сразу вниз Сатана стоит, рога, копыта Он не понимает ничего Притом не один раз во всех житиях это Затем они начали усердно поклоняясь со слезами Восслать Богу и Богородице горячие молитвы То есть верующие люди У них обоих была одна мысль Да бы бесценное сокровище досталось царствующему граду Они молятся со слезами, поклоняются А в мыслях только одно Как украсть? Ну, воры Я работался 17 лет в тюрьме Ну, работал, приходил, меня допускали Выступал у них по рации По камерам, что-то разносили И один сидит, обычно наколят Не забуду мать родную, весь синий-то А этот написано у него уже Ну, наколка сделана Но он о матери отзывается неположительно Почему? Да это она все сделала, я сижу У меня пояс У него пояс И написано Живые в помощи А что на этом поясе не знает Ну, он когда шел на воровство, на грабеж Он всегда его брал с собой И делался невидимкой Ну, как в сказке А этот раз мать его пояса тут увидела И говорит, Олег, давайте постираю его Да ладно, маму Постираю Он никуда не ходил У него какой-то тут тайм-аут он взял Не воровал Несколько дней Она постирала пояса И он пошел и забыл надеть и попался А теперь это мать виновата У него пояс оберег был Что люди-то приходят в церковь И не то, что они верующие А то у каждого своя нужда Там дочь выдать замуж Экзамены сдать Сына в армию взяли, чтобы не убили Удачная сделка какая-то была Вот у меня знакомая одна хористка И она говорит, вот брат мой пришел с ночи Моя-то сестра живет в одном доме Он говорит, кучу денег принес Удачный грабеж был И грабеж был с повреждением человека Но он дал обед, что купит свечек Он целый ворох купил А свечи-то все не чистые в храме Восковых-то нету ни одной свечки И он идет, а бабки по сторонам Разойдитесь, он идет Он идет как ледокол Среди бабок-то А он обещал Богу-то И он взял там сколько? Сто, триста свечей Охапку просто После всего сговорившись Они вымерели ковчег В ширину, в длину, в высоту И сохранили весь вид его в своей памяти Ну рисовать-то некогда Фотоаппарат не изобрели А равно так же и то Из какого он был сделан дерево Позвали плотника И приказали ему сделать из старого дерева Ковчег в точности такого вида и размера Какое они ему указали После того, как ковчег был сделан Галвин и Кандид купили для него Златотканное покрывало И возвратились своей дорогой Держа путь к той женщине Снова Когда они прибыли к дому Любая ложь Правитель твой нападает на другую страну Защищая захватнические воины Церковь благословляет Полковые священники Это все надо Вынести наружу и покаяться Проскрести себя по хребту Как Солженицын говорит Православие переполнено Вот этими делами А покаяния нету Эта наработка же была в стране Бей жидов, спасай Россию Это не русское Но покаяния-то не было Папа Римский принес покаяние За сотрудничество с немцами А у этих компартий Рядом тут же КПРФ И они вместе с ними икшаются И голосовать за них Папы прям тут же в храме Приглашают Получивши разрешение Они пали перед ковчегом Лицами на землю И омочили землю слезами Усердно молясь При чистой деве Богородицы Дабы она не возбранила им Прикоснуться к своему ковчегу С ризою С целью взять его с собой Не украсть Ну это просто воровской жаргон Воры никогда не говорят Что я сижу за воровством А значит да я взял там вещь Взял Он не говорит что залез в чужой карман Вытащил Что ограбил магазин Это за кадрами Угнал машину Не угнал Я просто проехал на машине А милиция остановилась Падло такое И вот менты проклятые И прочее Это вот то же самое С целью взять его Не своровать Когда наступила уже полночь И все спали Они со страхом взяли ковчег Какой они ковчега не боятся Они боятся чтобы не попасть Вынесли его из дома И спрятали в своей колеснице Вместо же него Они внесли в комнату Тот ковчег Который наподобие первого Сделали они из старого дерева В Иерусалиме Поставившие его На том же самом месте Покрыли его Златотканным покрывалом И до рассвета Оставались на молитве С наступлением дня Они возблагодарили Ту благочестивую женщину Простились с нею И дав милостыне нищим Отправились в путь Возвращаясь к себе Они шли поспешно С несказанной радостью Удалось Дойдя до Константинополя Они сначала никому не рассказали О принесенной ризе Пресвятой Богородицы Желая у себя Самих скрыть То бесценное сокровище Устроившись затем В своем доме Небольшую церковь Во имя святых апостолов Петра и Марка Поставили в ней Не на открытом Но в потаенном месте Тот ковчег Со святой ризою Но когда они заметили Что не могут Утаять ризы Богоматери По причине Происходивших от нее чудес Тогда отправились К императору Льву Великому И супруге его Сариси Верини И возвестили ему А равно так же И святейшему Константинопольскому Патриарху Геннадию Обо всем происшедшем Ну нормально это люди Если были имеющие Страх Божий Что они должны были бы их Немедленно узнать Где эта женщина Вернуть Извинить всем Наградить ее Показать что это время Там у нее люди Там поклоняются А там пустое Ничего нет Все последние Кому рассказали Патриарх Император Царица Исполнившись Несказанной радости Отправились в дом Галвина и Кандида И в их церковь Здесь открывший Тот честной ковчег Увидали в нем Святую Ризу Пречистой Божьей Матери Не истлевшую В течение стольких лет И благоговейно Со страхом Прикоснулись к ней Любезно Лобызая ее Устами и сердцем Затем Взяв ее Оттуда Понесли со славой При всенародном торжестве Во Влахернскую церковь Пречистой Богородицы И положили там В украшенном золотом Серебром И драгоценными каменями Ковчеги То есть С всеми этими Драгоценными каменями Прикрылась ложь А ложь всякой от сатаны Дьявол, отец лжи Всякая неправда Есть грех Участь лжецов В озере огненном То тут разыгрывается Спектакль Наполнения ада И это Это военные Вот подвиги Это все 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 Взято Кем-то Другим духом Ну неужели Нормальный человек Скажет Что они сделали хорошо После этого Они поставили Постановили Ежегодно Праздновать Положение Ризы Во второй день Месяца июля Вот положение Ризы Ну православные Этого не знают Это в книге написано В книге Дмитрия Ростовского Празднуем Торжество Воровства Какие мы умные Воры Воры в законе Потому что Царь утвердил Патриарх Он им рассказал Все Друзья-то Два друга-то Эти два брата Акробата Они все рассказали Вопрос 2113 Что в диспутах Приносит победу Звание Или знание Ответ Благодать Духа Божия Когда человек Весь отдан на служение Богу И делает его Доводы Неотразимыми Деяния 4.13 Видя смелость Петра и Иоанна И приметив Что они люди Не книжные Простые Они удивлялись Между тем Узнавали Что они были С Иисусом Вот чтобы нас Узнавали Потому что мы С Иисусом Лука 21.15 Ибо я дам вам Уста И премудрость Которые Невозмогут Противоречить Не противостоять Все противящиеся вам Деяния 6.10 Но не могли Противостоять Мудрости И духу Которым Он говорил Спиридон Тремифулский 4 декабря Ну Спиридон Тремифулский Тут вообще Каждый год Его мощи Труп его переодевает И всем показывает Рама-то тут Запищать Новое Тапочки надевает А потом через Год там Через сколько Эти кроссовки Снимает с него Людям показывают Они стоптаны Он выходит Видите Он выходит Это У Даниила Есть такое Там 13 глава Как Вилл Обманул 14 Блаженный Спиридон Человек Не ученый Знавший только Иисуса Христа Просил отцов Позволить ему Вступить Состязание С этим мудрецом Но святые отцы знают Что он человек простой Совсем незнакомый С греческой мудростью Запрещали ему это Ну я уж попутно скажу Вот Мне Нападает А кто вас благословил Беседовать Там Тем более миссионерств Какое вы право имеете В храме говорите Ну я говорю Проповедие в храме По благословению Я чтец В присутствии епископов У меня тысячи проповедей Сказанных в разных храмах Не положено Почему не положено Благословение Я показываю митрополиту У меня грамота Благословения От Виталия А это какой там Я показываю Вот книга Благословения Максима Дмитриева Барнаульско-Алтайско-Московская Патриархия А когда Это было Десять лет назад То есть благословение Потеряло силу И кто это говорит Преподаватель Томской семинарии Какой-то Бурмистр То есть они не верующие Ни попы Ни преподаватели Никто А кто благословил Однако нападая Даже на меня Олег Синяев Он всех правильнее Говорит С сектантами Но когда коснулось Ко мне Обо мне Говорит Он у меня приезжал Тут был В Потеряевке Он не удержался Он меня там Псевдо-православный Что-то обозвал Но в конце Все-таки сказал Необычайно Успешный миссионер Необычайно успешный От меня это не зависит Приходят сектанты Делаются православные Батюшками Я о Боге говорю Мой Бог это делает Не я И они даже Не расположены А должны в конце сказать А то у меня был суд С коммунистами Они оболгали меня В одной книге Ну и извинений каких нет Я подал в суд на них И вот в суде выступает Первый секретарь КПРФ Железнодорожного района Города Бордоула Бобров Геннадий Александрович Вражина Он вышел в коридор Только к власти придем Вот и показал Конец вашей потеряевки Один раз вышел В коридор Я как дал бы тебе Что-то размазал Я говорю Ты все с ума сошел Перед дверями сидим У суди Они бешеные Ну вот он вышел И говорит его Спрашивает судья А вы знакомы с Лапкиным Знать я его не хочу Но Ваша честь Женщина судья Он забыл Про меня против Говорит Но Сказать надо Был конгресс интеллигенции Всероссийский Ну тут Разные люди Академики Лауреат Облицской премии Алферов Жарес Вот И вдруг выходит Этот в валенках В этом задрипанном Пиджачке Как-то он какое-то Слово сказал А я думаю А зачем он-то здесь На каплю поднимается Ну почему-то Всем дают Допустим Десять минут А ему только пять минут Значит у него на пять минут Ничего нечего сказать-то Он все это прокрутил Но ваша честь Вот он заговорил И я прошептал Златоуст В суде сидим Но до того Это смешно Он забыл Что Он говорит о враге Ему не надо Эти слов говорить Я к примеру Просто говорю И вот здесь Та же самое Спиридон Он мне близок Этот Спиридон Конечно Но душе приятно Что враг Начинает признавать Ну Бог это делает Кураев называет Меня самым Выдающимся Миссионером Я себя ни таким Ни таким не считаю Я всем говорю У меня нет образования Полкласса Полчаса Я самостоятельно Всего достигал У меня нет И семинарий Ни академии Я профессиональный строитель Сторож Как угодно назови Однако Святой Спиридон Зная какую силу Имеет премудрость Свыше И как немощно Перед ней мудрость Человеческая Обратился к мудрецу И сказал Философ Во имя Иисуса Христа Выслушай Что я тебе скажу Когда же философ Согласился Выслушать его Святой Начал беседовать Един есть Бог Сказал он Сотворивший небо И землю И создавший из земли Человека И устроивший все проще Видимое и невидимое Словом своим И духом И мы веруем Что слово Это есть Сын Божий И Бог Который Умилосердившись Над нами Заблудшими Родился от Девы Жил с людьми Пострадал И умер Ради нашего спасения И воскрес И с собой И совоскресил Весь род Человеческий Мы ожидаем Что он же придет Судить всех нас Праведным судом И каждому Воздаст по делам его Веруем Что он одного Существа С отцом Равный С ним Власти И чести Так исповедуем мы И не стараемся Исследовать эти тайны Любопытствующим умом И ты Не осмеливайся Исследовать Как все это может быть Ибо Тайны эти Выше твоего ума И далеко Превышают Всякое Человеческое знание Затем Немного Помолчав Святой спросил Не так ли И тебе Все это Представляется Философ Ну Вот так доказывает Как поиси Корзинки Сделал три ушка И говорит Это вообще строится И того обратил Так народ то Никакой был А обратись сегодня У хоть одного Сектанта Вот таким доказательством Но философ молчал Как будто ему Никогда не приходилось Состязаться Он не мог Ничего сказать Против слов Святого В которых Видна была Какая-то Божественная сила Во исполнении Сказанного Священным Писанием 1 Коринфянам 2.2 Ибо я рассудил Быть у вас Не знающим Ничего Кроме Иисуса Христа И притома Распятого 1 Коринфянам 4.20 Ибо Царство Божие Не в слове А в силе Наконец он сказал И я думаю Что все Действительно Так Как говоришь Тогда старец сказал Вот и так Иди и прими Сторону Святой Вера Философ Обратившись К своим друзьям Ученикам Заявил Слушайте Пока состязание Самое Велось С посредством Доказательств Я выставлял Против Одних Доказательств Другие На доводы Контрдоводы И своим Искусством Спорить Отражал Все Что мне Представляли Но когда Вместо Доказательств От разума Из уст Этого Старца Начала исходить Какая-то Особая Сила Доказательства Бессильны Против нее Так как Человек Не может Противиться Богу Если Кто-нибудь Из вас Может Мыслить Так же Как я То Да Уверует Во Христа И вместе Со мной Да Последует За Сим Старцем Устами Которого Говорил Сам Бог И философ Приняв Православную Христианскую Веру Радовался Что был Побежден В состязании Святым На свою же Собственную Пользу Радовались И все Православные А эритики Потерпели Великое Постромление Мне близко Вот это Очень близко У меня Мама Мария Егоровна Она научилась Считать Где-то После Пятидесяти Лет И отпустили На квартиру Одного Пятидесятника Тогда Харизматов Не называли Так Ну и Мама Послушала Как с ним Беседуют Она решила Тоже Ну думаешь Хоть бы мама Грамотная Была как-то И она Ему и говорит Кажется Валера Его звать Он Вулканизаторщиком Работал А ты Вот что Я тебе скажу Ты Богородицу Знаешь Молитву Богородица Дева радуется Он говорит Нет А достойно Есть А кого истинного Нет Ты их выучи Эти молитвы Это очень сильно Помогает И ты Может и дальше Так пойдешь И поймешь Он как стоял Рот развернул И так и не знает Что сказать Он на все Давал ответ Неправильно Правильно А тут еще Не может сказать Богородицу Молитвы И она стоит Но живет он у нее Она много ему добра Делает Идет Подкармливает И у него все время И у него все это Нахлынуло Вся эта курочка Которую ему скормили И вот он Руки опустил Довольно Простоты На каждого мудреца Вот я лично 51 год Миссионерствую И никогда Не мудрствовал И вот эти Начинают Приводить Это Слова Разные Выискивать Не надо Ничего Только Святое Писание Священное Писание Святая Библия Открывай Ему И никуда Не упускай Беседуешь С пятидесятниками Написано Это знамение Для неверующих Языки Докажи ему Что эти языки Не от Бога Это Беснование И что Они согласятся Что они согласятся Ты его не упускай Он согласится Они прям тут же Решаются Сколько было И все решаются Принять православие Что все годы Они были под воздействием Злого духа Да так не может быть Как не может Может быть Я говорю В одной общине Ваптистов говорил Община Солина Четыреста пятьдесят человек Приседер встал И сказал Вы все готовы Сегодня принять православие За всех ответил И против Никто не возражает До этого не может быть Вот необыкновенно Успешный миссионер Алекс Синяев говорит Вот я этих слов не знаю Просто я знаю Силу Слова Божия Я этим живу Иногда Бог Высветит Один стих Одну фразу И все легло Притом не против Врага я говорю Не против Еритика Ему открыть глаза Он не знает этого Дуло Пятнадцатого июня Тогда Максим Желая сквернить Святого Жертвоприношением Сказал Предстоящим слугам Вложите в рот Его жертвенное мясо И вино После этого Блаженный Сказал Если ты И весь свой Богомерзкий Жертвенник Измоешь И все это Вольешь в уста Мои То и тогда Немало этим Не сквернишь Раба Божьего На этом Мучитель Восыкнул О Смотри Окаянный Человек Ты уже Вкусил Жертвенного От наших Алтарей Святой Мученик На это Ответил Все это Нисколько Не бесчестит Меня Мерзостный Безумный Правитель Вот против Меня Монахи Священники Выступают Поносят Они меня Не трогают Это Потому что Я Ну не такой А он Увел Всю молодежь Баптистам Ну да дело Я подал На них Священнику Архиерею Ну покажите Хоть одного Нигде нет А вот Баптист Он стал Православный Батюшка Вот человек Такой Опять Стал Православным Вот еврея Привезли Вот через Два часа Еврей Природный Чистопородный Он взялся Батюшка Я теперь Поеду Поехал к нему У него в храме Православный Батюшка Это бог Так делает Да как так Это Он же Баптистом Был Был Теперь Нет Он сам Я его Не убеждал Никогда Не зову В православие Никого Вот у нас В общем Запрещено Людей звать И даже Приглашать После этого Святой Мужченик Сказал Безумный Разве Ты не знаешь Что отец Твой Сатана Научил Тебя Сделать Это Вопрос 2114 Можно ли верить Тому Что пишет В житиях Про евреев У меня на занятиях Я в университетах Везде было Евреи приходили А в житиях Про евреев Разно написано Ответ Есть Что что то Сходится с жизнью Но много Непонятного Я не еврей И не антисемит Но должно же И тут знать Какую то меру Чтобы тебе поверили В житиях Писатели Похоже Вообще не заботились Поверит ли кто Что они пишут А написано Так много Неправдоподобного Римлян 3.1.2 Итак Какое преимущество Быть иудеем Или какая польза От обрезания Великое преимущество Во всех отношениях А наипаще В том Что им Верено Слово Божие Вот к евреям Что надо прислонять Так он не знает Он враг Считай внимательно Им верено Слово Божие Как бы не еврея У меня Библии не было Моя жизнь потеряет всякий смысл Поисий Великий 19 июня А один брат По имени Исаак Следуя влечению Своего сердца Решил оставить Свой пустынический Подвиг Безмолвие И поселился Близ города И так как он Для продажи Своего рукоделия Часто входил В этот город То весьма скоро Впал и в сеть Пагубную А одна еврейка Подошла к нему Что-то купить Из продаваемого им Он взглянул на лицо Ее Заметил красоту Ее И тот сейчас же Был охвачен Нечистым помыслом К ней Так же и женщина Та видя Что он совсем еще Юноша Устремила свой взгляд На него И после Происшедшей между ними Беседы Они воспламенились Друг ко другу Сатанинской любовью Это любовь С первого взгляда Она сатанинская Называется В данном случае Таким образом Вскоре При бесовском содействии Инок увязывал В сети То есть скверной женщины Изучав болезнь Родил беззаконие Оставив инощество Он женился на ней И о горе Что еще того хуже Он окаянный Не только инощество Но и веру свою Оставил Полюби к этой женщине Он перешел В иудейскую веру И служа Ветхозаветному Закону их Жил вместе с евреями Был их постоянным Собеседником И хвылил Христа Спасителя нашего Как иудеи хулят Исаак Во всем следовал Воле скверной И нечистой Жены своей Которая была Объятна Такой злобой Ко Христу И такой ненавистью К присвятому имени Его Что часто Положив голову Окаянного Своего мужа Себе на грудь И открыв ему Рот Небольшим Сучком Вырывало Зубы Его Произнося при этом Да не останется Между зубами Какая-либо Часть Христианского Причищения Ибо Нечестивая жена Это думала Что у христиан Божественное Причищение Долго Остается Между зубами И муж Это невозможно Это невозможно Выполнить Просто невозможно Вот Арий Пошел в отхожее место И он там Отхожий То есть в туалет И у него лопала Чрево Кожа И внутренности Вывалили снаружи В гной То есть в дерьме Весь лежит Но это невозможно Ни один врач Не подтвердит этого Ну и что Да ничего Его убили Убили его православные Зарезали там И все Да разве это может быть такое Да вы просто не знаете Императора Прям в алтаре зарезали Во время Такой-то песни Какая Песнь была Пели в это время Молились Как Иван Грозный А в это время Подкоп Подказание Взрыв И в это время Мы их Начали бить Прорвались в город Это все Именем Божьим Прикрывается Вопрос 2115 Быть антисемитом В глазах еврея Может каждый Кто не хвалит их Или говорит о них Правду Вы не антисемит Ответ Я христианин А значит Признаю заслуги Этого народа От них мы Библию Получили Я благодарен всем Кто сохранил ее И перевел На понятный Наш Русский язык Римлянам 3.2 Великое преимущество Быть евреем Во всех отношениях А наипаче В том Что им верено Слово Божие Вот Наиболее все в этом Преимущество Во всем у них То что у них Неграмотных людей Нет Они любого Какой бы он ни был Они его научат Они умеют Копить денежку Умеют У нас не умеют Последний пропью Режь Последний огурец Это русская Не еврейская Насколько у них Доброго Преимущества Во всех отношениях Но что иудеи Распяли Христа Что они его И сегодня Многие не признают То это их вина Их плата За неверие В истинного Мессию Рожденного От девы Из Назарета В житиях святых Многократно Их называют Жидами Получается Что Дмитрий Ростовский Антисемит Не могу же я Изменить Жития И ту ситуацию Какая была и есть Это от них зависит Пусть любят Христа И получат награду Когда их несправедливо Будут поносить Жид Это по церковно-славянски Как поп Поп или священник Это одно и то же слово И жид И евреи И иудеи Израильтяне Это одно слово Хотя есть тут нюанс Отличие Римм 9.27 А Исаия Провозглашает об Израиле Хотя бы сыны Израилю Были числом Как песок морской Только остаток спасется Им обещано Спасется остаток Ни одному народу Это не обещано Захария 12.10 А на дом Давида И на жителей Иерусалима И зальют дух Благодать и умиление И они возрят на него Которого пронзили И будут рыдать о нем Как рыдают Об ининародном сыне И скорбеть Как скорбят о первенце Акелина 13.12 Но если Недоумевали вопрошавший Акелину Тот о ком ты говоришь Оказал миру Столь великие благодеяния То почему иудеи И его единоплеменники Не почитают его за Бога Этот народ Объяснила святая Атраковица Всегда уклоняется Справа в пути Имея непокорную В своем ожесточении Ослепленную злобой душу Он обычно отвергает То что истинно И праведно Потому что иудеи Отвергли благодеявшего им Предавший Пилату Для осуждения На крестную смерть Истрате Печерски 28 марта Что об евреях В житиях написано Был захвачен Вместе с другими В плен И продан В греческую землю В город Корсунь Одному еврею Вместе с другими Христианами Тридцатью Монастырскими Рабочими И двадцатью Киевлянами Богопротивный еврей Он их купил И начал Принуждать Пленников своих Отречься от Христа И угрожал Противящимся Противящимся Уморить их Голодом Баковых Итак Через несколько Времени Стащившись От голода И жажды Все пятьдесят Человек Умерли Одни через Три дня Другие через Четыре Некоторые Через семь Более же Крепки Через десять Только один Евстратий Остался жив Томимый Голодом Уже Четырнадцать Дней Он все-таки Оставался жив И невредим Ибо от юности Привык к посту Нечестивый Еврей Видя, что Черноризис Был причиной Пропажи Его денег Заплаченных Запленных Которых Он надеялся Перевести В свое Зловерие Задумал Отомстить Ему Приближался Тогда день Воскресения Христова Как сегодня Второй день Пасхи В четырнадцатом Году Жидовин Начал Праздновать Свою Пасху И ругался Над святым Евстратием Так же Как отцы Его Над самим Господом Нашим Иисусом Христом И как в древности Евреи распяли Христа Так и сей Праведник Был пригвожден Ко Христу Окаянным Жидовином И друзьями Его Евстрати Будучи Распят Благодарил Бога За то Что он Сподобил Его Жить Без пищи И питья Уже Пятнадцатый День Жидовин И прочие Его друзья Поносили Распятого И говорили Ему Безумный Вкуси Ныне Законной Пасхи Чтобы остаться Тебе живым И избегнуть Проклятия Тело Святого Мученика Жидовин Сняв Сокреста Ввергло В море Где совершилось После этого Много Чудес То есть Вот такое Отношение К евреям Аминь